Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта! Ролик в стиле хоррор! Минута перед отступлением. Куда мы планируем отступать? В сторону аэродрома. Но я каким-то чудом, непонятным мне, нашел все-таки атмосферную волну и хочу дотянуться до вот этого вот ледника. Очень нужно мне это, потому что хочу показать его моему ученику. Сделать это достаточно сложно, потому что мы потеряли высоту до некоторого критического значения. Немножко ниже и будет уже очень сложно вернуться к аэродрому. Только что мы проходили зону со снижением порядка 8 метров в секунду. То есть да, у нас есть плюсовые восходящие течения. Вот там за вот этим перевалом мы набрали. И потом вот, куда крыло показывает, горы, перевал прошли и поймали минус 8. Просыпало нас очень сильно вниз. И если я сильно снижусь еще, то я не смогу этот перевал в обратную сторону пройти. Как вы понимаете, будет это нехорошо. Пока я здесь в нулях могу немножко отдышаться. Вот уже как раз виден ледник. Я к нему сейчас немножечко еще слетаю поближе. Буквально пык и сразу же домой. Пока я здесь завис и могу немножко отдышаться, могу вам показать снег. Сегодня 6 августа и дует довольно сильный ветер мистраль. Клэм до 70 сегодня он разгоняется. А вчера был мистраль нуар. Черный мистраль. Черный, потому что очень много влаги было в мистрале. Нагоняют тоску и мрак. А мне кажется, вот такая вот атмосфера тоску и мрак не нагоняет. Тем более, например, на каких-нибудь горнолыжников. Вот сейчас крыло показывает на самый высотный катательный ледник в наших местных Альпах. Там 3,5 километра, по-моему, станция. И катаются до сих пор. Сейчас навалило 6 августа свежего снега. Вот это все вот беленькое. Это вы видите свежий снег. Прошлогодний снег тут еще есть. Но вот блестит беленьким, это уже свежачок. И ледничок немножко подсыпало свежачком. И сейчас вы увидите горы. Такие немножечко мохнатенькие. Это как раз свежий снег этого года. Вот. Под нами хорошо видно. Вот эти наши мохнатенькие горы. Их обдувало ветром. И как раз, когда их обдувало ветром, и произошло вот это вот посеребрение. Если подойти к этому всему ниже, то видно там, как это все кристалликами прям выпадает. То есть очень красиво. Вот этот снег, конечно, он растает. Это на пару минут. Ну и на пару часов. Сейчас солнышко выйдет поярче. Посветит. И снега мы этого уже не увидим. Это контраст. Когда ты... И уже вроде как и лето еще в самом разгаре. Правда, август это уже конец лета. Зиму мы еще не ждем. И тут бац. Во-первых, холодно, кстати. Мистераль привез достаточно мощный холод после 35-ти градусной жары. И по инерции, видите, в шортах летаю. Да я, правда, и зимой в шортах летаю. Но сегодня мудро делал чуни волновые. Сапожки, которые позволяют мне чувствовать себя прекрасно и комфортно. Атмосферная волна, как образуется во всех роликах, я бы рассказывал много раз. Раскачка воздуха в атмосфере. То есть за счет сильного силы ветра, то есть ветер, сейчас 71 км в час. Собственно, чтобы вы понимали. Вот компьютер бортовой показывает 25 градусов, 70 км в час. А вот кривуля, которую мы нарезали желтеньким. Это зона как раз подъема. Так вот, ветер дует вот оттуда. В данном случае источник волны. Как раз вот этот ледник, на котором все катаются. Воздух падает вниз, так бам-бам-бам. И потом отскакивает вверх. И вот в этом отскоке вверх, собственно, мы развлекаемся. Ну что, на леднике домой? Мы летаем просто с 6 утра, поэтому уже налетались немножко. Вот Монблан. Где вот он? Вот он, Монблан. А дальше направо швейцарские горы. Там и Матерхорчик торчит остренький. Полная красота. Снимаю я на широкий угол. Но телефон позволяет делать приближение. Чтобы летать далеко, нужно, во-первых, одеваться потеплее. Брать какие-то бутылочки, чтобы, так сказать, пить воду и сливать эту воду. Наш экипаж, каим, все не подготовились. Но мы и не планировали сегодня далеко летать. Полеты, в общем-то, учебные. Ну, конечно, согласитесь, иметь возможность вот так вот сейчас взять следующую волну, следующую волну и, например, слетать в Монблану. Осложняет это вот это поле облаков, потому что сейчас мы всегда, мы сейчас на долете до нашего аэродрома. Но представьте, если мы провалимся вниз, под эти облака, в страшное ущелье, которое внизу присутствует. Это же ужас, ужас, ужас. Хочу вытянуть приближением в Монблану. Как раз близится территория Монблана справа. Нет, слишком трясет. Хотя, конечно, я преклоняюсь без возможности телефона стабилизировать изображение. Так, вот, мы немножечко вперед пролетели. Вот он ледничок. Это самая высокая точка вот в этих наших, в этой части Альп. Вершинка. Белый ледник. На него ходят люди. Есть тропа, мы сейчас пройдем над вершиной. Вы тропу эту сможете высмотреть, попытаться. Я снижаться не буду. 4,5 километра у нас. Ну, по двум причинам не буду снижаться. Первая, мне нужна высота домой вернуться. Ролик же в стиле хоррор. А во-вторых, здесь заповедник, и низко нельзя летать. Меня ученик пилотирует, а я вам показываю тропинку. Вот так. Вот она тропинка. И вот там, над вершинкой, на вершинке может сидеть человек. Моя ручка. Так. Ну, что из хороших новостей. Дует ветер настолько удачно, что мы над вершинкой практически берем какой-то, не побоюсь этого слова, динамик, что ли. Ой, как это вниз смотрится, эти все трещины. Редко удается так спокойно полетать в этом месте. Вроде планировался ролик в стиле хоррор, но хоррор сейчас будет. Сейчас нас сдует отсюда. Хоррора еще будет более чем. Все. Ухожу. И сейчас, как вы понимаете, мне начнет дуть спину. Ветер, который дует со скоростью сейчас 62 км в час ниже. И посмотрите, куда я лечу. Наша задача проскочить с перевалы. Закрыл окно минус и разгоняем планер. Нос планету, скорость 150. Сейчас будет та самая минуса. Возьми ручку, пожалуйста. Сейчас поворачиваем немножко налево на 10 градусов. Ну, смотрите, друзья, приборы. Минус 5 метров в секунду. На усреднителе. Этот вариометр тоже на минусе. И сейчас еще у нас немножко будет трясти. То есть не только мы вниз идем, но еще можем нарваться на весьма приличную турбулентность здесь. На 10 градусов влево. Ну, пока проходим хорошо. То есть я ожидал худшего. Худшего сценария. А представляете, нас бы... Мы бы вот эти перевалы не прошли. Как бы было бы страшно вот в этом туманчике заблудиться. Нормально прошли. Скорость 200. Я взял ручку. Оп. И сейчас мы здесь попадем в атмосферную волну. Следующую, которую уже набирали. Будет полегче. Она у нас на компьютере отпечаталась. Это еще один ледничок. Очень красивый. С него отсекут водопады, но течь будут днем. Видите, кстати, замерзли водопады за ночь. Вот это прикольно. Я такого и не видел. Водопады замерзли. Холодный воздух. Действительно, здесь вот часто, вот, мы прилетаем сюда, очень часто водопадики бегут. Все, заморозило. 6 августа все замерзло. Внизу вот там отельчик, в котором можно остановиться. И откуда начинается экскурсия, вот там, на границе облаков. С левой стороны, сейчас крылом покажу, приют на скале. Домик такой, в котором тоже, а, немножко ниже, в котором тоже можно остановиться и, так сказать, переночевать, отдохнуть. И вот, как обещанная волна. То есть, вот место, где мы сейчас немножко наберем высоту для полета домой. Вот, собственно, и весь хоррор. Мы в плюсе, все у нас хорошо. Ролик не получился. Ну, простите, любители хоррора, но не должно быть все время все плохо у нас. Но иногда, видите, бывает и хорошо. Ты доволен, Капайлот? Да. Посмотри на меня налево. Что скажешь? Очень красиво. Мне очень холодно. Если хотите летать в волне, одевайтесь теплее. Это вам мой добрый совет. И оп! До новых встреч, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Мы продолжаем. Мы продолжаем. Чуть не свалились. Ну вот, ролик в селе хоррор записали еще. Что? Спасибо.